Мы начинаем программу Клуб, где самые осведомленные журналисты Оренбужья спорят о том, что важно для каждого. История на донышке получила продолжение. Насильник, известный на всю страну Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. Если у одной части общества это вызвало негодование, другая буквально отпраздновала УДО Сергея Семенова. Раскол на сексуальной почве обсуждаем с редактором школы кино и телевидения Константином Шальневым и генеральным продюсером телекомпании «Регион» Еленой Кузнецовой. Господа, напоминать эту историю я вам не буду, потому что о ней знает даже школьник сегодня. Давайте, как вы, в принципе, к этому относитесь? Елена, начнем с вас. Я считаю, что это такой глобальный общественный апокалипсис. На самом деле, объясню. Мне кажется, что я не могу понять, то ли это в нас уже было, и вот эта история стала индикатором того, что наше общество готово травить жертву, а не насильника. Либо мы до этого дошли, мы к этому пришли. То есть вы считаете, что Диана Шурегина все-таки жертва у нас однозначно здесь? Это не я считаю, это считает суд. То есть суд решил, что Диана Шурегина жертва. Все, Дикси. Константин Юрьевич. Ну, я проанализировав всю информацию, которую я получил, я могу сказать однозначно, что доверять вообще всем источникам, которые печатали что-либо от Диана Шурегина, вообще нельзя. То есть как бы не газеты, не высказывания той и другой стороны, там и все остальное. То есть правды и истины установить не удалось. Газеты, как правило, перепечатывают друг друга, а высказывания следователя полностью копируют решение суда. Решение суда полностью копирует высказания следователя. Диана Шурегина говорит одно, а все как бы со стороны этого мальчика, забыл как его звать, говорят совершенно другое. То есть люди протестуют не столько против самой Дианы Шурегина и всего остального. Они, может быть, неосознанно это делают, но они как бы вскрывают все равно. Да, да, они вскрывают нарыв прежде всего правосудия. То есть вот это вот, если у нас дело попадает в суд, то все оно на колесах, там ни оправдательных приговоров, ничего, ни разбирательства не будет. Будет точно все в суде, как правило, будет точно все, как было указано в расследовании. У нас и на сегодняшний день только одна десятая жертв изнасилования женщин идет в правоохранительные органы. И есть, простите, пожалуйста, четкие цифры опросов, если не ошибаюсь, это дело в ЦИОМ, где порядка 30% опрошенных считают, что жертва насилия обычно провоцирует насильника. И порядка 40% опрошенных уверены, что вообще такие дела выносить не нужно, потому что это подрывает устой семьи. У нас многие дела даже не доходят до суда. У нас их тормозят, потому что они сомнительны с точки зрения расследования. То есть сам следователь прекрасно понимает, что он там завязнет. Совершенно верно. Поэтому говорить о том, что любая девица сегодня может идти в СК писать заявление на любого мужчину, и послезавтра он идет этапом в суд, но как минимум. Несовершеннолетняя может. Та же Динана Шируйгина в 15 лет пережила трагедию первой влюбленности, не изнасиловала, а 4 месяца жила с мальчиком, прошла все в сексуальном воспитании, что можно пройти. И на суде она его защищала. Но он автоматом был осужден, потому что она была несовершеннолетняя. В 16 лет у нее наступает воздушесогласие, и суд вообще к таким делам относится достаточно подозрительно. Опять же, парирую. Если ты сам и мы говорим хором о том, что следователю проще не взять дело после возраста согласия, то, что дело Дианы попало в суд и получил все-таки этот товарищ Сырок, я не вижу повода сомневаться, было ли насилие. Я еще бы хотел остановиться на одном моменте. У нас все-таки как православное сознание. Патриархальное сознание. Да, патриархальное православное сознание. И это православное сознание выработало такую идеальную жертву. Жертва должна быть идеальной. А у нас жертва-то не идеальная. Жертва никому ничего не должна. И в этом, по-моему, принципиальный момент. Ребят, простите, пожалуйста, это все от лукавого. Но тогда, когда жертва говорит, ну, не надо, может, не надо, может, это самое. Там же как бы был и минет, и ее вырвало от этого минета. То есть опять же это все ушло и сделало куда-то в сторону, и все остальное. Кость, ну, прости, пожалуйста, женщина имеет право остановить половой акт в любой момент. Я занимался в свое время в театральной студии, и нам давали такое задание в студенческой театральной студии, избавиться от насильников. Так там девочка нам надавала вдвоем, знаешь, каких шандов? Прости, Господи. Там живого места на нас не было. Я на всю жизнь запомнил. Кость, я тебе объясню. А здесь вот так вот, да, вот посопротивлялась. Подождите, стоп, стоп. Я, к счастью, не была свидетелем. Вот я думаю, после минеты она и расхотела, понимаешь? Вот, к сожалению, никто не был свидетелем этого соитета. Но, понимаешь, но мы имеем, еще раз, первое, четкое решение... А предовор основывается только на ее показаниях. Только на ее показаниях. Только на ее показаниях. Там нет ни медицинской экспертизы, ничего. Эти медицинские экспертизы, они как бы вот у нас... Ну, а что медицинские? Мы их не видели, правильно? Ну, мы их не видели. Мы не можем об этом говорить. Сам предмет насилия, да? Доказывают они что-то или нет. Вот маленький тот предмет насилия у нее был в целости и сохранности. У нее было где-то рядом. С каждым днем мы вот это вот... Вот это количество условных нежертв будем расширять. Мы будем говорить, а что это ты вот так вот эротически одета? Наверное, ты провокатор. Или, а ты вот как-то там улыбалась мужчине. Наверное, ты провокатор. Это от лукавого. Жертва может вести себя как угодно. И она не становится виновной. Говорила ли она нет и сопротивлялась ли она? Не испугалась ли она родителей и все остальное? То есть это дело до сих пор остается... Мы не были на суде, Кость. Это дело до сих пор остается мутным для всех. И Диана Шурыгина это единственный человек, которая сделала из своей... Я не считаю ее глупой. Из своей жизни реалити-шоу. И она использовала на полную катушку это все. То есть как бы и монетизировала этот скандал. Это самое главное, что мы должны отметить. То есть и родители ей помогали монетизировать. И мальчик сейчас этого... То есть как бы пускают по этому кругу. Да и мальчик-то, простите, пожалуйста, монетизировал этот скандал. Кто тоже будет монетизировать этот скандал. Да, то есть не остался... Они все выиграли от этого скандала. Общество очень много проиграло. Именно общество и в этом проблема на самом деле, на мой взгляд. Общество тоже не дураки. Они протестуют против общей системы, которая сложилась в России. Не все и не всегда. Нет, не все и не всегда. Очень много оценок именно в адрес личности Шурыгиной. Зависть, да, то есть как бы людская зависть определенная. Куча баб изнасилованных, которые не заработали на этом ни копейки. Вот она, в том же интересе. Женщина. И завидуют вот прямо это самое какое. Этой Диане Шурыгиной несчастной, понимаешь? То есть это не тот... Я считаю, что это не тот случай, ради которого, когда, то есть как бы, вот такой общественный резонанс как бы поднялся. У нас куча других примеров, когда насилуют 12-летних, 11-летних, 10-летних девочек там и все остальное. А там сложно подвинуть, понимаешь? Там очень сложно поменять черное-белое. Итак, давайте все-таки коротко сформулируем свои позиции. Какие последствия для общества несет вот подобное отношение к жертвам сексуального насилия, к насильникам? К чему мы движемся, Елена? Ну, по мне так все очевидно. То есть мы до сих пор не готовы принять, что, наверное, мне так кажется, что насилие, это же не про секс, это же про власть. В нашем патриархальном обществе у мужчины власть есть и вроде как, ну, должна быть. А если мужчина с этой властью палку-то перегнул, то ты, наверное, сама какая-то дефективная. На мой взгляд, это страшно, на мой взгляд, это опасно, на мой взгляд, это тащит общество назад и никакому развитию это не ведет. Константин Юрьевич, вы что думаете по этому поводу? Общественное мнение сделало очень хорошее дело. Она наконец-то, да, то есть как бы вот последние, да, последние как бы 3-4 года начинается серьезный разговор о нашей системе правосудия и системе как бы расследования всего остального. То есть это не на таком подсознательном уровне, может быть, да, то есть в общественном мнении, но что-то там не так. И это как бы вот эта вот болячка, она начинает вскрываться. А 20-25 лет после советской власти мы об этом молчали. Ну, а чья позиция ближе вам? Оставляйте свой голос на нашем сайте 56nv.ru. Встретимся ровно через неделю для того, чтобы обсудить с самыми осведомленными журналистами Оренбуржья то, что важно для каждого. Редактор субтитров А.Семкин